Хрупкая красота, которой можно только любоваться в Хабаровском крае. В самом разгаре сезон цветения лотосов, которые многие восточные народы считают священными. Нежное тропическое растение смогло прижиться в суровом климате Дальнего Востока. Чтобы увидеть озеро, покрытое великолепным цветущим ковром, ежегодно приезжают тысячи туристов. Геннадий Картылёв, о том, что угрожает этому чуду? И фиолетовый, и красный, и с жёлтым. Он весь переливается, как алмаз вот такой. Это наброски, с которых Алексей Евдеев напишет картину. Центральное место в ней займёт краснокнижное растение – лотос Комарова. Само пишется. В мастерской задумываюсь, как, что сделать. А тут сама природа, она как бы… То есть не ты как таковой пишешь, а как будто бы тобой пишут. Сплошными коврами или узкими полосками вдоль берега озеро в 30 минутах езды от Хабаровска буквально утопает в цветках и бутонах. Это озеро называют одним из чудес Хабаровского края – настоящие плантации лотосов. Водное великолепие завораживает глаз, и, конечно, хочется сделать фотографию на память. Но подтягивая к себе нежный розовый бутон ради более удачного кадра, чтобы снять как можно ближе, опасаешься сорвать его со стебля. Потому что сорванным он не проживёт и более получаса. Зачахнет. Идеальное место для пленеров в эти дни притягивает не только художников. Хочется, ну, легко, может быть, прикоснуться, там, немножечко понюхать. Но только восхищаться, смотреть и восхищаться. Такое, наверное, неповторимое чувство. Время цветения экзотического цветка – с начала августа до середины сентября. В этот период лотосовые озера патрулируют экологи. Цель – не допустить истории, когда в соцсетях всплывали вот такие снимки. Модель из Волгограда, устроившая фотосессию с лотосом в качестве реквизита. А это жительницы Приморья, которые думали, что их не видят, когда рвали букет. Хабаровчанка прятаться и не пыталась, выложив в сеть фотографию с охапкой примерно из 20 краснокнижных цветов. За уничтожение лотоса законом предусмотрена административная ответственность. Наложение штрафа на граждан в размере до 5000 рублей, на должностных лиц – до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – вплоть до 1 миллиона рублей. Зачем нужно губить лотосы, Наталья Чепковская искренне не понимает. Она всегда мечтала о собственном озере с редким растением. Создала искусственный водоем, заказала семена в интернете, наконец изучила инструкцию, как пробудить водяную лилию. Посадили мы его 8 лет назад. Через 4 года они у нас проросли. Было 5-6 цветочков. Сегодня они заполонили все почти. Инициатива создавать новые искусственные озера лотосов набирает обороты в России, особенно на Дальнем Востоке. Рады экологи, ведь так сохраняется популяция. Рады и туристы, ведь это возможность снять удивительные кадры для домашнего архива. На фото и видеокадрах или на полотнах мастеров пускай у каждого на память останутся лотосы, говорит художник Алексей Авдеев. Но разве для этого их нужно срывать? О, передаю первому эту красоту каналу. Спасибо большое. Геннадий Картелев, Алексей Шиян, Светлана Ведяшкина. Первый канал. Хабаровский край.